Методы очень просты. Как вообще это работает? Приезжает американский посол, специалист, кстати, по оранжевым интервенциям, успешным, вот этот, он смотрит, дайте мне аналитику всего, что есть протестного в России. Ему говорят, вот там вот недовольный Вася с Петей против ЖКХ и своей управляющей компании, здесь вот у кому-то там есть группа студентов, которые за экологию и недовольны, что портят там речку рядом с Байкалом, здесь есть группа недовольная, что вот застраивается исторический центр Санкт-Петербурга, просто анализ проводят, недовольных людей, собрали, им дали, вот тысячу недовольных групп или недовольных каких-то направлений. Отлично, у них есть люди, фамилии в анализе, Иванов, Петров, Сидоров. Отлично, на Иванову, Петрову, Сидорову выходит представитель грантополучателей, их в Москве 20 тысяч официальных, это по информации российской генеральной прокуратуры, между прочим, потому что они говорят о объемах 3 миллиарда долларов, которые получают эти штабы, так называемые, пятой колонны, то есть агенты. Подходят к ним и говорят, Петя, ты вот там за экологию? Да. Хочешь? Сколько ты там зарабатываешь? Ну, там 20 тысяч. Хочешь не работать, вот тебе там 100 тысяч, не будешь делать, будешь только то, что вот тебе нравится бороться за экологию. Вот тебе еще факс, там, я не знаю, этот компьютер, офис тебе снимем, иди, действуй, реализуйся. А что это вы такие добрые? А вот мы такие добрые. Мы тоже за елочки. Мы видим, нам нравится, как ты вот классно поешь. Все, иди. Петя получает, начинает больше, и вот добавляют к нему поддержку со стороны СМИ, пятая колонна со стороны интернета. Петю начинает раскручивать, на каком-то этапе ему официально дают медаль какого-нибудь там Конгресса США, чтобы его раскрутить, премию. То есть Петю начинают двигать, двигать, двигать. И постепенно его протест направляют против Путина, против России. То есть он переходит в категорию пятой колонны уличного характера. И вот из тысячи таких отобранных вперед пробивается сотня. 900 человек, они начинают чувствовать, что они предают родину на каком-то этапе, и с ними тихо прекращают отношения. Сотня пробилась, они оказались беспрецентными, один на десять. Пробились, их отобрали, все, назвали их лидерами, дали им денег, раскрутили, и вот они и есть лидеры протеста. Вот нашли такого же дурачка по сибирским делам, по кавказским делам. Вот это везде абсолютно один. И без разницы вообще кто. Патриот ты, если ты готов, якобы, что ты патриот, воевать против России, прекрасно. Вот тебе и тебе грант дадим. Все, что хотите. Это технология такая. То есть в этой технологии нету именно ставки сразу на своих агентов. Ставка идет на протест, из которого вырастают агенты.